Давно я не помню такого тухлого футбольного уикенда, угрюмый, скучный. Но есть одно но, матч Барселона-Реал Мадрид полностью его вытягивает. Всем привет, с вами Юрий, канал Диван и Футбол. И сегодня мы будем обсуждать, естественно, матч Барселона-Реал Мадрид-Эль Классико. Также поговорим о очередной победе лондонского Арсенала и о том, что происходит с лондонским Чилси Грэма Поттера. Начинаем. Эль Классико. Барселона-Мадридский Реал. Хави, что сказать Хави? Хави, это был не экзамен, но это был такой зачет для Хави. Мадридский Реал приезжал и приезжал с таким настроем победить по-любому, какими бы либо правдами, неправдами вырвать эти желанные три очка. Потому что отрыв турнира таблицы Ла Лиги Барселоны от Мадридского Реала совершенно непристойный. Даже слов не могу подобрать. Отрыв турнира таблицы Ла Лиги Барсы от Реала с каждым туром все нарастал и нарастал. И здесь был такой хороший реальный шанс сократить этот отрыв. Реал отталкивался от этой ситуации. Реалу нужно было идти ва-банк. Карл Анчелотти об этом хорошо позаботился. Мне очень понравился план Карла Анчелотти. Да, этот план не удался. Но Мадридский Реал был близок к тому, чтобы забрать три очка в этом Эль Классика. Начинаем с самого начала. В первом тайме Мадридский Реал полностью попытался парализовать игру Барселоны. Что мне бросилось в глаза сразу? Это отсутствие таких классических передач низом, разрезающих. Их практически не было в исполнении Барсы. Вместо этого, что мы наблюдали? Вместо этого мы наблюдали большое количество пофланговых подач верхом, которые в принципе в очень редких случаях заканчивались чем-то опасным. В основном это было вообще все в никуда. Реал Мадрид быстро открывает счет. Досадный, конечно, рикошет. Ну, досадный автогол. Арауха. Но Барселону это не остановило. Барселона сначала была в легком шоке. Потом они перестроились и они из мини-моментов пытались выжать какой-то профи для своей команды. Что еще мне бросилось в глаза? Это достаточно большое количество дальних ударов у Барсы. Ну, в воротах стоит Куртуану. Куда вы ему так издали бьете? Ну, и ладно, вы били классно, но нет. Закручивали вы в девятки или закручивали бы там в дальний угол. Какие-то удары были хаотичные. И, в принципе, бельгийскому киперу Реала не доставляло особых проблем эти удары отбивать. Для того, что Мадридский Реал в первом тайме дико прессинговал, особенно полу защита. Особенно Модрид в свои 37 лет на него была двойная нагрузка. Он, я вообще не понимал, как у него физуха выдерживает так играть. Но, оказывается, до определенных минут, ну, я имею в виду до того времени, когда его заменили, он, ну, как спринтер на максимуме показывал все, что может. Но вопрос сейчас даже не в этом. Вопрос в том, что в результате этого дикого прессинга, таких персонажей, как Кристенсен, например, вылезло сразу два опасных момента. Да, это не были очень опасные моменты. Согласитесь, опасные моменты можно было ожидать от кого угодно, только не от Кристенсена. Первый тайм, несмотря на два забитых гола, несмотря на то, что счет был 1-1, в первом тайме мы больше наблюдали закрытую игру. Еще я не сказал про забитый гол Барсе. Серхи Роберто, в принципе, забил гол. Здесь не было никакой особенно наигранной комбинации. Учился опять результат вот этого вот хаоса, этих хаотичных дальних ударов. И в результате того, что было несколько рикошетов, что Рюдикер упал на газон, Серхи Роберто оказался в нужное время, в нужном месте. И здесь он уже воспользовался своим шансом по максимуму и расстрелял бельгийского кипера Мадридского Реала. В втором тайме Мадридский Реал понимал, что им нужно уже раскрываться, им нужно идти ва-банк. Потому что план по первому тайму было видно, что Реалу нужна была победа как воздух. Это мы уже обсудили. А Барселоне, в принципе, ее устраивал и ничейный результат. Мадридский Реал начал во втором тайме раскрываться. Особенно это было видно, когда Карл Анчелотти провел ряд замен. Большинство этих замен было связано именно с центром поля. Мадридский Реал, который уже, я вообще опять повторюсь, я был в шоке. Как у человека в 37 лет хватает столько сил на таком уровне выполнять такой объем работ. Кстати, Мадридский Реал, пока был на поле, он достаточно эффектно и эффективно блокировал передачи на Бускетца. Который в этом матче тоже был традиционно опасен. Короче говоря, Карл Анчелотти делает этот ряд замен. И в игре мадридской команды появляться начали такие полупросветы. Что еще хочу сказать. С забитым голом, когда забил гол с офсайда Асенсио. Это была контратака после дикого прессинга футболиста Мадридского Реала в центре поля. Контратака, которая заканчивается голом Асенсио. Который там залез в какой-то там сантиметровый офсайд. И если замедлить повтор, то на повторе видно отлично, что в принципе защита Барселоны успела. Она успевает накрыть практически каждого футболиста Мадридского Реала за исключением Асенсио. Здесь должен был страховать Кисье. На повторе видно, но Кисье или его скорость подвела. Или он просто поленился догонять Асенсио. И если бы не этот офсайд, то Барселона пропустила бы такой ужасный для себя гол практически в конце матча. Если бы события начали развиваться дальше, исходя от этого счета 1-2, я не совсем уверен, что там бы что-то хорошее Барса выжило. Но зачем мы в этом сейчас говорить? Это лишь предположение, это лишь мое мнение. Дальше счет таки остался 1-1. И здесь я в этом видео больше хвалю Мадридский Реал, чем Барс. Но здесь я хочу отдать должное именно футболистам Барселоны. Они как их не блокировали, как против них не играли, до такой степени сложный матч физически. И в принципе их и результат этот, как я отталкиваюсь от того, что их результат 1-1 в принципе полностью устраивал. Или мне так показалось, или это было на самом деле. У Хави была такая установка. Выжать здесь и сейчас хотя бы ничью. Получится победу? Это хорошо. Но если будет ничья, ничего страшного. Главное не дать Мадридскому Реалу выиграть у себя дома. Не подпустить так близко Мадридский Реал к себе в турнирной таблице Ла Лиги. И к чему я все веду? Как бы Реал не пытался калечить игру Барсы. Как они не пытались бы препятствовать вот этим вот атакам Барсы. Но Барса сделала практически невозможное. Она выиграла в несвойственной для себя манере. То есть, то, что я говорил в начале видео. Барса не было разрезных передач по низу. В принципе, второй гол Кисье, он из этой серии. Но Барса в этом матче справилась с дичайшим прессингом. Просто, ну. Здесь была ситуация, как по лезвию ножа. Забивают футболисты Мадридского Реала гол. Ну, засчитали бы этот гол Асенсио. Опять, все было совершенно по-другому бы. Но, повторюсь, при счете комфортном для себя 1-1, Барселона на характере выгрызает в конце матча такой важный гол. И отправляет Мадридский Реал просто в нокаут. Ливандовский, ну, молодчинка. Отдал, блин, как какой-то, не знаю, как какой-то свежеиспеченный чемпион мира. Пяткой отдает пас на Бальде. И Бальде молодец тоже взглядом нашел этого Кисье. И уже Кисье вколачивает мяч. Что сказать, это была битва. Ну, и это был, если не экзамен, то это был зачет для Хави. И Хави этот зачет сдал. Потому что Хави не имеет такого опыта, как Карло Анчелотти. Это однозначно. Здесь даже Хави не имеет даже и 20% того опыта, который имеет итальянский коуч Мадридского Реала. Но Хави в этом сезоне, правда, отрезками, он показывает, ну, что-то сверхъестественное. Несомненно, команды до игры пытались изучать тактику друг друга. Они изучали сильные, слабые стороны. Несомненно, они готовились. И опять повторюсь, у Карла Анчелотти практически получилось искалечить вот эту вот футбольную модель Барселоны. Практически он смог переломать. Несмотря на то, что Барса играла лучше. Барса, но они дома играли. Они были хозяева. Они должны были играть лучше. Было бы странно, если бы Барса там отбивалась. Или там по статистике Барса была бы хуже. Нет. Но отдаю дань Карла Анчелотти. Он великий коуч. Он придумал, как попытаться забрать очки у Хави. Да, у него это не получилось. Но план был очень крутым. Теперь у Хави 8 очков разрыва с Мадридским Реалом. Первое место. В принципе, из Еврокубков они вылетели. В Еврокубках только Мадридский Реал, в Лиге Чемпионов. Мадридскому Реалу придется теперь на два фронта разрываться. И Чемпионов бороться за победу. И попытаться, может быть, как-то сократить или вообще догнать Барселону. Но, конечно, это надо было сделать в этом матче. Вот здесь и сейчас. Такого второго шанса для команды Карла Анчелотти уже, может, и не будет в этом сезоне. Идем дальше. АПЛ. Челси принимали Эвертон. По игре Челси, особенно по последним результатам последних трех матчей, можно было сделать такое умозаключение, что наконец-то Челси как-то начинает выравниваться. Наконец-то футболисты начинают понимать друг друга, привыкать друг к другу. Наконец-то у Грэма Поттера какая-то в голове начинает все связываться в что-то единое. Но вот посмотрел я этот матч и меня полностью, то, что я до этого матча думал, то, что я надеялся, полностью это все в моих глазах прямо разрушилось. Потому что Эвертон, ну, понятно, что этот клуб там борется за выживание, но я даже не хочу на этом делать акцент. Я хочу сделать акцент на том, что класс команд и класс по составам команд, это небо и земля. То есть такие клубы, как Эвертон, нужно комфортно побеждать. И не то, что не давать забивать у себя два гола, просто нужно побеждать. До этого я нахваливал самоотдачу в игре Челси, особенно в защитной линии. Мне очень понравился матч с Дорпмундской Баруссией. Вообще, ну, это просто классический, вообще, ну, это супер было. Они просто не давали ни пространства, ни шансов, ничего не давали. Они готовы были оторвать ноги этим футболистам Дорпмундской Баруссии, чтобы не дать немцам пройти в следующую стадию плей-офф. Но в этом матче позволяют забивать Эвертону два гола. Отметился Фелиш. Фелиш, кстати, очень ему нравится атмосфера в команде. Здесь с первого матча фаны придумали какие-то песни. Таким образом поддерживают и мотивируют. Короче говоря, ему больше нравится атмосфера в Челси, чем в Мадридском Атлетике. Фелиш отмечается голом. Там уже дальше ведутся переворы, что, возможно, Лонанский Челси будет выкупать португальца. Но я немножко отвлекся от темы. Фелиш-то свой гол забивает. Но опять, защита допускает два гола. Это первое. Второе. Опять абсолютное отсутствие взаимопонимания футболистов атакующей линии. Насчет Михаила Мудрия, которого не выпустил Грэм Поттер, ну, я не знаю. Он тренер, ему виднее. Возможно, мы же не видим, что творится на тренировках. Мы же не видим всю эту внутреннюю кухню команды. Грэм Поттер видит. Он тренер. Он не враг сам себе. Он прекрасно понимает, что выходить должны 11 лучших футболистов для лучшего результата. Но опять, взаимопонимание на таком низком уровне, что я просто в шоке. Ну и откуда ему взяться, этому взаимопониманию? Потому что, ну, Грэм Поттер в этом сезоне, наверное, хочет переплюнуть даже Пепа Гвардиолу. Это Пепа Гвардиолу известен своими вот этими замашками использовать футболистов не на их позициях. А теперь начинает этим же и страдать Грэм Поттер. И в команде уже футболисты сами не понимают, что от них ждут и что от них хотят. Он полностью вот это начинает перемешивать, замешивать, еще что-то. Ну, как бы надо в первую очередь, нужно в первую очередь выжимать результат. С такими командами, как Эвертон, ну, грех такого не делать. Такие команды, как Эвертон, это более-менее домашняя команда. На выезде ее обыгрывают в пух и прах, о чем свидетельствует последняя игра даже с Лондонским Арсеналом. Там Эвертон хватило, по-моему, на первых 20 минут. Все, полностью потом Лондонский Арсенал раскатал. Этот Эвертон не оставил там камня на камбе. А здесь опять ничья, опять 2-2. Как-то нелогически. Только-только мы начали верить. Это потенциал вот этих новичков, футболистов в Челси. И опять это все перечеркивается. Я не знаю дальше, что даже добавить. Вообще говоря, ничья, но эта ничья, она больше позорная для лондонской команды. И еще один матч, в котором я хочу быстро поговорить. Это победа Лондонского Арсенала над Crystal Palace. Crystal Palace покинул, вернее не покинул, а уволили главного тренера, уже экс-тренера, Патрика Веера. И что сказать? Смотришь, я посмотрел на турнировую таблицу, Crystal Palace на 12 месте. У Crystal Palace 27 пунктов в турнировой таблице. И так, если посмотреть, вот какие задачи у Crystal Palace, у таких команд. Задача у них больше устоять, я имею ввиду, не вылететь из АПЛ, а устоять на плаву. Но опять, команда, которая, командой, которая будет бороться за Еврокубки данным составом, назвать язык не поворачивается, эту команду. Здесь было 27 пунктов. Да, там до этого была серия из поражений. Да, там они не могли там 3 матча в створ даже попасть в ворот соперников. Было. Но здесь 27 пунктов. И игр тоже 27. Я посмотрел, не поленился предыдущие розыгрыши АПЛ. Посмотрел, как, на каких местах были команды после 27 игр, в которых было именно в активе 27 пунктов. И я удивился, в основном эти команды занимали 15-е, там, 16-е место. То есть, очень-очень близко к зоне вылета. Здесь 12-е место, на словах это говорится, да. Но опять, до зоны вылета очень близко. Поэтому руководство Crystal Palace, они уже здесь и сейчас перестраховались, уволили Патрико Вера. Ну, чтобы хотя бы перезагрузить команду элементарным таким фактором. Как это было с Севертоном, увольнение Фрэнка Лэмпорда. И сразу пришел новый тренер. И сразу победа над лидером у себя дома. Да, там была очень тяжелая... Ну, не тяжелая, очень тяжелый график был у команды Артеты, у Лондонского Арсенала. И они как раз не выдержали в том матче. И одержали поражение. Здесь, я так понял, руководство Crystal Palace попыталось сделать то же самое. Но опять, они приехали к лондонскому Арсеналу. Который, в принципе, уже в этом сезоне выстроил такую победную линию. И с такими командами, как Crystal Palace, как Эвертон, они, в принципе, особенно у себя дома. Они не ощущают никаких проблем. То есть, здесь результат зарабатывается прямо по накатанной. Все уже, у них все уже отработано. Здесь все эти моменты сами собой приходят. И голы приходят сами собой. Поэтому единственное замечание к наставнику Crystal Palace, это то, что они не играли так, как играл бы здесь Патрик Вейера. Патрик Вейера здесь бы выставил низкий блок. Ну, примерно, чтобы вы понимали, то же самое он сделал в матче с Ливерпулем. Когда счет был 0-0, когда любая команда могла одержать победу или Ливерпуль или Crystal Palace. Но Crystal Palace смотрелся тогда в том матче неплохо. И тогда они как раз и играли этим самым низким блоком. Здесь низкий блок не был выставлен новым тренером Crystal Palace. И они без шансов пролетают лондонской команде. Хочу опять же также отметить и похвалить опять команду Ортеты. Да, они вылетели из Лиги Европы. Но, возможно, в этом сезоне и не нужно им прямо бороться на двух фронтах. Возможно, но золото АПЛ, оно вообще перечеркнет, переплюнет все на свете. Но, опять вдумайтесь, последнее золото АПЛ было у Арсенала еще при Арсене Венгере 19 лет назад. Про Сака хочу сказать тоже. Сака был вызван на игру, на игры сборной Англии. И журналисты быстренько его подловили и начали задавать какие-то стандартные вопросы. Как настроение, как ощущения, какие у вас предвкушения перед играми. Ну, короче, блок целых вопросов. И что для вас сейчас самое главное сборная? Он говорит, для меня в сборной самое главное не получить травму. Потому что, если я получу травму, я не смогу помогать дальше своему клубу в борьбе за золото АПЛ. То есть, в Арсенале все прямо одержимы, как, не знаю, какие-то наркоманы. Они одержимы именно вот этой вот целью добыть золото для своего клуба. И это на самом деле очень круто. Поэтому то, что они вылетели из Лиги Европы, я это расцениваю как... Пусть, короче, случится так, что они вылетели из Лиги Европы и пусть они заберут это золото АПЛ. Это будет намного круче, чем на двух фронтах воевать и непонятно добиться или не добиться желанного для себя результата. Поэтому я, например, ну я сам фан Ливерпуля. Мне очень симпатична команда Артеты. И мне очень хочется, чтобы они в этом сезоне выиграли долгожданное золото для своего клуба. Теперь у меня вопрос к вам. Вопрос будет касаться Челси. Как вы считаете, удержится ли на плаву главный тренер Челси Грэм Поттер или он будет уволен? Если уволен, то когда? В ближайшее время или руководство лондонского Челси будет ждать окончания футбольного сезона? Ваши комментарии и аргументы.